Дальше. Появляется дополнительный финансовый ресурс за счет софинансирования. При этом есть очень любопытные вещи в этой части. Мы провели в сентябре этого года семинар в Уфе об участии бизнеса в инициативно-бюджетировании. И понимаем, что мы очень сильно недорабатываем и очень сильно недопонимаем настоящую мотивацию людей, которые участвуют в поддержке проектов инициативно-бюджетирования, что ими движет. Ведь они жители этих же поселений. Они живут здесь же рядом. И их эти проблемы точно так же волнуют. У них бизнес в этих местах. И на самом деле они гораздо глубже готовы участвовать в этих проектах. Но им никто этого не объясняет. Им никто этого не говорит. Они привыкли к другой модели взаимоотношений с местной властью. Когда власть приходит к ним, иногда с шапкой, а иногда с палкой по-разному. Но фактически вот привычная им мотивация. А вот мотивации, когда к ним обращаются как к жителям, которых точно так же затрагивают эту проблему, они слышат очень редко. Очень любопытная история, связанная с мотивацией муниципалитетов участвовать в этом. Ставропольский край поставил себе в качестве задачи вот этой главной добиться того, чтобы муниципалитет изыскивал средства на софинансирование. Ставили для себя такую задачу, имели право на это. В результате добились, вот я видел в восточных районах Ставропольского края, где программа реализуется с 2007 года, какие потрясающие главы поселения в этих районах сейчас. Прошедшее вот это вот сито ежегодного отбора и разговоров с людьми. Насколько между ними интересны отношения. Как они дружат между собой. Как они соревнуются друг с другом. То есть между ними замечательные совершенно возникли отношения, которые по-другому бы и представить даже невозможно, что они могут появиться. Экономия бюджетных средств. Еще одна очень любопытная история. Оказывается, когда поменять немножко сам ракурс обсуждения вопроса, да, вот в том же село Каменная Балка, значит, Ставропольского края, значит, глава поселения, три года ездила на, значит, на конкурс, подавала на конкурс, ремонт дома культуры, значит, и ремонт это 9 миллионов рублей у нее стоил. Ей говорили, видели ее 9 миллионов, говорю, ну ты чего, 2 миллиона потолок субсидий, какие они, нет, давай думай, езжай дальше. Три года. Она говорит, я в слезах после этого. Я, говорит, такая расстроена, ну почему же всех получается у меня, не получается. Но в результате-то ведь она нашла способ, как следует поступить. Она нашла способ, как этот один объект разделить на несколько этапов. Она нашла способ, как каждый из этапов сделать дешевле. И у нее весь ремонт обошелся не в 9 миллионов, она его сделала за 5 миллионов рублей. Или всегда, когда возникает такая возможность и такая альтернатива, у тебя есть или те деньги, которые ты сейчас возьмешь и потратишь на то, чтобы решить, или будешь ждать, когда пиоман на небесное прольется. И тогда находится очень много неожиданных и инновационных решений. Управленческие и институционные замечательные совершенно эффекты. Вот мы их видим сейчас в Тверской области. Тверская область очень интересную программу реализует. И для Министерства финансов Тверской области, для них обучение руководителей органов местного самоуправления навыкам проектной организации труда, работе с людьми. Одна из очень важных задач, которую они ставят перед собой, потому что для них это качество финансового менеджмента. Один из показателей качества финансового менеджмента. И они реализуют программы инициативного бюджетирования, одновременно с этим вот эти вот эффекты прослеживают. Бюджетная грамотность. Даже говорить об этом не буду. Бюджетная грамотность – естественный процесс, который происходит внутри инициативного бюджетирования и его реализации. Не искусственная программа, которая сверху откуда-то приходит, когда людей начинают обучать неизвестно чему, и люди даже до конца не понимают, для чего им это надо. А это естественным образом вырастающая потребность бюджетной информации и желание понять, как это устроено. Сохранность и контроль. Тогда, когда ты хоть копеечку потратил средств на вот этот объект, ты уже не будешь проходить мимо него, когда там кто-то расшатывает. Или это уже совсем другое отношение и к сохранности, и к последующей эксплуатации. Ну и социальные эффекты. Вот мы все время ищем этого ответственного гражданина, что где же вот то место, откуда, где они рождаются, где вот нам их взять. Вот лучшее место, чем участие в проектах инициативного бюджетирования. Лучшего места, где вырастает ответственный гражданин, чем через участие в инициативных группах, чем руководство инициативных группам, даже сложно себе найти и представить. Потому что сейчас мы понимаем, что те люди, которые один раз прошли через проекты инициативного бюджетирования, раньше мы это недооценивали. Думали, что ну хорошо, один раз сделали, пусть другие приходят. Нет, сейчас понимаем, что этих людей надо сохранять. Этим людям надо давать возможность развиваться. И мы сегодня видим, что это действительно люди, которые в некоторых субъектах, эти люди полностью поменяли состав глав местного самоуправления. Когда власть увидела этот ресурс, который из этих людей вырастает. Но с этими людьми надо работать. Это вот те самые ответственные граждане. Снижение социальной напряженности, борьба с ожидеведческими строениями, даже не говорю про это. Это как бы очевидная совершенно вещь. Есть вопросы по этим группам эффектов? Нет. Если нет, давайте про основные направления, я коротко скажу. Мы сегодня понимаем, что уже наряду с собственным государственным бюджетом появляется достаточно большое количество таких образований, которые не государственными являются, действительно не государственными. Но нуждаются в других формах бюджетирования. Нуждаются в бюджетировании с участием граждан. И точно так же к нам приходят с этими вопросами о том, как это можно сделать по-другому. Как это можно сделать так, чтобы было реальное участие граждан в процессах. Городские практики, вот я думаю, что весь наш следующий год мы будем посвятить тому, чтобы найти наше взаимодействие и точки нашего пересечения. Мы должны действительно научить всех тех специалистов, кто городскими практиками занимается, тому, как работает инициативное бюджетирование, что такое технологии инициативного бюджетирования. И наоборот. Мы сегодня видим, что люди-то на самом деле охотно начинают этим заниматься, но проекты, которые они реализуют, они некрасивые. Они не интересны, эти проекты. Надо же, если действительно этим заниматься, то делать из этого картинку, делать из этого то, чтобы люди этим гордились по-настоящему. Вот для чего нужны на самом деле программы городского развития, интеграция со специалистами, которые этим занимаются. Нам нужно делать это обязательно. Потому что объекты все замечательные. Конечно, здорово, что эти с людьми сделаны, здорово, что они на основе инициативы сделаны. Но красоты в них очень часто не хватает. Это действительно даже не вопрос денег, а вопрос вот такого креативного подхода к решению. Ну и, соответственно, новые практики, о которых мы говорим, новые требования, которые стоят сегодня перед консультантами инициативного бюджетирования. Мы понимаем, что сегодня заканчивается время. Вот если вот, начиная с седьмого года и до предыдущего года, практически большинство практик, это были практики в сельских поселениях и в малых городах. Из крупных городов, фактически только у Кирова есть опыт программы поддержки местных инициатив, Череповец, партисипаторное бюджетирование. К слову сказать, очень любопытно мы в Якутске нашли. Якутск сам делали там какую-то конструкцию, и она неплохо работала, к слову сказать. Да и, в общем-то, все. Ну, сейчас Санкт-Петербург, первый год. Но во всем мире партисипаторное бюджетирование – это городская практика. Это действительно еще одна наша уникальная особенность, о том, что мы начали с сел, но, может быть, это и оправданно, на самом деле. Именно там точки бедствия, если угодно. Но теперь инициативное бюджетирование приходит в города. И инициативное бюджетирование в городах нуждается в других консультантах, в других навыках у консультантов, нуждается в другом подходе. И уже сегодня действительно говорить о том, что нам удастся в городах проводить собрание граждан, не надо даже иллюзий по этому поводу питать. Удается действительно для решения каких-то отдельных дворов вопросов, для междворовых пространств. Где-то это удается делать, где-то какие-то… Вот кусочками я знаю, что в Кирове пытаются это делать, и говорят, что у них это получается замечательно. Но тем не менее, вот как только встанет первый раз вопрос об том, что нужно общегородскую какую-то проблему… Нет. Ну, конечно, вы уже наконтозировали. Молодцы. Так вот, завершая уже свое выступление, у консультантов сегодня пришло время для специализации. Консультанты, которые будут заниматься развитием методологии и практики, значит, нужны люди, которые хорошо понимают, как можно для экономики использовать инициативное бюджетирование. Люди, которые понимают, что такое правовой и управленческий консалтинг внутри инициативное бюджетирование. Люди, которые могут сопровождать инициативное бюджетирование. это разные специализации и очень сложно найти в одном человеке все вот эти качества иногда так получается, но это скорее исключение, поэтому необходимо действительно думать о специализации вот наша попытка развести вот те функции которые Александр в начале нашего мероприятия взял на себя, это одна из функций консультанта, специалист по модерированию, группового взаимодействия но есть другие люди которые отвечают за процедуру и дальше вы увидите другого человека, который именно другую сторону и поставь консультанта попробует вам осветить уже завершая значит свое выступление я бы хотел сказать об очень важной вещи я как бы понимаю насколько это скучная и во многом нудная история, но вот как только я из-за скучности и нудности убираю этот слайд и говорю об этом, я тут же начинаю задать вопрос, ага, а почему вы вы про принципы ничего не говорите по большому счету действительно принципы это наверное единственное что сегодня объединяет очень разных людей